Так мы во время ответов на вопросы все равно коснулись этой темы стабильности. И надо разобраться в этом вопросе, потому что часто люди путают одно с другим. Есть разные виды стабильности, потому что есть разные уровни психического реагирования на этот мир. И есть целая эмоциональная стабильность, умственная стабильность, стабильность в разуме и душевная стабильность человека. Это разные принципиально вещи. И я решил прочитать на эту тему лекцию, чтобы мы разобрались в этих вопросах, потому что есть путаница определенная. И часто люди путают чувства с умом, ум с разумом, душу с телом и так далее. Ну и поэтому мы сейчас будем разбираться в этих вопросах. Эмоции человека сильно зависят от судьбы. Фактически сильнее всего, причем по-разному, у мужчин и женщин. У женщин эмоции постоянно движутся, как волны в реке. Эмоции означают настроение, по-другому сказать. Вернее сказать, есть две функции настроения. Есть такое понятие, как настрой. Допустим, человек встает с постели и чувствует, что сегодня я работать столько, сколько вчера не смогу. Мне как-то тяжелее жить. Это называется настрой. Настрой находится в уме. А настроение — это когда ты увидел человека, допустим, сколько у тебя силы ему обрадоваться. Вот это называется настроение. Сколько у тебя силы среагировать хорошо. Может быть, ты обрадуешься сразу прямо, даже не успеешь подумать об этом. А может быть, ты не сможешь этого сделать, потому что не хватит эмоциональных сил. Видите, что такое эмоции? Эмоции — это способ взаимодействовать с этим миром. Какие красивые березки. Заметьте, что эмоции очень приоритетны для женщин. Правда? Они у женщин имеют очень сильно реагируемую природу и тонкую. То есть у женщин эмоции сильные и чувствительные. У мужчин эмоции слабые и трудно развиваемые. У меня когда была свадьба, то все там поздравляли. И папа у моей жены, он встал, чтобы сказать поздравление. Постоял и сел. И потом дальше встала моя жена и говорит, папочка, у тебя самое лучшее поздравление. Я все поняла, спасибо тебе. Ну то есть, видите, у мужчин они как бы и хотят вроде бы, но не могут. Потому что эмоции другие. Природа тугая очень у эмоций. Тугая. Не то, что они дубовые. Просто у них туго эмоции действуют, у мужчин туго. Если женщина, допустим, хочет, чтобы мужчина так же и радовался, как она ему, она просто не понимает, за кого замуж вышла. Она за мужчину замуж вышла, это значит, что он не сможет вот так вот пресать перед ней, радоваться, когда встретились. Он наоборот замкнется такой, как бы... Тяжело ему станет. Женщина эмоционально реагирует на этот мир, и эмоции ее влияют, связаны с движением Луны. Ну то есть, Луна — это же планета, ну как бы это спутник Земли, который сильно связан с женской сферой, с энергией, с женской энергией. Поэтому женская психика, она движется в результате влияния Луны. Но движение ее настроения смещено по отношению к реальному движению Луны на определенное количество дней, на определенную фазу смещения происходит. В целом, женщина может свое эмоциональное состояние проследить по циклу. Как это надо сделать? Надо сделать дневничок такой, записывать. Сегодня я чувствую себя хорошо, настроение хорошее. Такой-то день с начала цикла. Потом пишет дальше, следующий, следующий. Знаете, что дальше, с точки, что зри касается эмоций, все будет повторяться синхронно. И вы можете предсказывать и сказать, «Мой хороший, подготовься, через два дня меня не трогай, иначе будут летать посуды, а у нас она уже кончилась. Поэтому пожалей посуду просто». То есть предупредить уже, если он не послушается вас, то посуда полетит, вы ему скажете, что я все говорила. Он, по крайней мере, будет потом в следующий раз слушаться. Вы ему потом скажете, «Ну ты тогда распиши мне, как бы все. Что, когда мне делать?» И это правильно. То есть потому что женская психика, она неуправляема, она движется постоянно с точки зрения эмоций. Мы сейчас говорим про эмоции.